Привет, друзья, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами поговорим о тех продуктах, которые я хочу закончить за месяц. Вот такой вот Project Pen на один месяц добить, закончить за сентябрь. Я сейчас вам покажу все те продукты, которые я здесь насобирала. Подождите, подождите, это все очень-очень тяжелое, только посмотрите, какая огромная корзина. Когда я только планировала это видео, я думала, ну, наверняка продуктов будет немного, но пошла. Пособирала в ванной и, конечно же, на своем ночном столике весь свой уход, который планирую закончить. И что получилось? Получилось просто нереально огромное количество продуктов. Да, я, конечно же, не знаю, смогу ли я справиться с этой задачей, закончить все за сентябрь. Кстати, когда я это видео снимаю сейчас в начало сентября, когда вы будете смотреть это видео, скорее всего, будет уже середина сентября. То есть я уже в процессе, я использую все эти продукты. Но да, видео выйдет, соответственно, немножечко позже, ввиду того, что я сейчас стараюсь записать максимальное количество видео про запас, загрузить их. И да, когда мы будем переезжать, чтобы у меня был контент для вас, соответственно, баночки эти уже используются. А когда я их закончу, вы узнаете именно в пустых баночках. Чтобы не пропустить это видео, обязательно нажмите кнопочку внизу под этим видео подписаться. Так вы будете всегда в курсе, какие используются средства, какие у меня пустышки и какие у меня фавориты. Давайте еще раз посмотрим на все это мое богатство, прежде чем мы пойдем все это рассматривать по отдельности. Да, здесь у меня, конечно же, уход по полной программе и за волосами, и за телом, и за лицом, даже и сыворотка для ресниц. Все-все-все я сейчас вам покажу. Мы с вами изменили локацию, перешли на стол. И давайте начинать с первого продукта, который обязательно должно быть закончено. Это Умберто Джанини и скраб для скальпа с потрясающим, невероятным ароматом пинаколада. Здесь кокосик и ананасик. Осталось у меня буквально вот чуть-чуть на донышке. Это потрясающий скраб, который я обожаю, который я экономила, берегла. Но нет, придется с ним расставаться, заканчивать. Как видите, консистенция плотненькая. Она очень приятная. Буквально вам нужно чуть-чуть для того, чтобы оскрабировать вашу голову. И когда вы смываете, начинается просто какое-то чудо. Потому что этот скраб превращается просто в кондиционер. Настолько нежный, настолько увлажняющий, настолько какое-то ухаживающий. Очень приятное средство. Обожаю его, во-первых, из аромата. Обожаю, потому что действительно я вижу, что мои волосы чище стали. И они более какие-то увлажненные после использования. Одна из моих таких любимок в уходе за волосами. Следующее средство у меня полностью новое. Я беру его для того, чтобы использовать в этом месяце. Здесь 50 мл. Я думаю, что на месяц мне должно хватить. Это шампунь увлажняющий. Мы находили в Glossy Box в феврале 2023 года. Я пока еще не тестировала этот шампунь. От нормальных до сухих волос. Мои волосы как раз-таки нормальные и суховатые на кончике. Тем более они окрашены. Они сейчас блондинистые, так что вот это средство должно, в принципе, им подойти. Чтобы их поддержать, я, конечно, буду использовать масочку. Вот такой вот уход от Via Paradox. Здесь 40 мл. детокс-маска. Мы находили в Glossy Box в феврале 2023 года. И вот это средство мне хватит где-то на 2, но может быть на 2,5 раза. Соответственно, мне, конечно, понадобится еще одна масочка, так как я мою голову 2 раза в неделю. И чтобы мне хватило средства для волос, я беру еще вот такую вот маску. Мы находили в Glossy Box. Точнее, я покупала лимитку. Это не в обычном боксе, а именно было в лимитке. 50 мл. И это средство Reincarnation. То есть она для сухих, поврежденных и окрашенных волос. Я слышала только хорошее, поэтому с удовольствием воспользуюсь, попробую, распробую. Надеюсь, действительно масочка, которая преобразит мои волосы. Да, расскажу вам в пустых баночках. Следующая маска. 60 мл. Я много беру ухода в этот раз. Ну и, в принципе, волоса моим требуется много ухода от Natura Box. Здесь 99% натуральных ингредиентов я еще не пробовала. Это полностью новый продукт, который я хочу распробовать, попробовать и закончить за этот месяц. Я его получала в подарок. Поэтому, каком был боксе, не скажу вам. Еще одно средство для волос от Seas Keratin. Тут осталось буквально на два, наверное, применения. Оно у меня уже вот здесь, уже практически заканчивается. Мне не очень нравится. Если честно, совершенно я не вижу какого-то вау-эффекта. Потому что от кератина, как правило, волосы просто нереально шикарные. Из 250 мл. Но вот от этого как бы никакого такого особенного вау-эффекта нет. Поэтому закончу и не буду больше его покупать. Следующее средство для волос у меня вообще для мужской бороды. Вот такая вот 30 мл. Это масло для бороды. Оно парфюмированное. Но, в принципе, аромат такой средненький. То есть он не сильно мужской. Поэтому меня совершенно не смущает. Здесь у нас есть пипеточка темное стекло. У меня где-то наполовину сейчас уже использовано. Я находила в адвинг-календаре от косметерии. И, конечно же, ну мне просто некуда девать. Соответственно, я использую на кончике. Хорошо впитывается. Совершенно никак не обременяет мои волосы. Они не жирные, ничего. Но при этом кончики выглядят очень хорошо. И когда я их выпрямляю волосы, сейчас хочу заметить, что они, кончики, вполне себе такие довольные. То есть они не сухие, не пересушенные, не торчат в разные стороны. Скорее всего, дело, наверное, все-таки в каком-то комплексном уходе. Но, возможно, даже в этом масле. Пока не знаем. Следующее средство, которое я не хочу заканчивать, но вполне возможно закончится, от L'Oreal. И это Magic Retouch. То есть это такой спрей для седых волос, скажем так, для проборов. Когда я делаю проборы, у меня сейчас уже выступают седые волосы. Вообще, в принципе, у меня седые волосы есть. Но после окрашивания, конечно, было не так видно. Но сейчас уже прошел месяц, даже больше. Поэтому седые волосы выступают. И чтобы не краситься сейчас, в момент переезда, я думаю, что буду использовать как раз-таки вот это средство. На свои отросшие и не отросшие, просто, в принципе, седые волосы. Работает отлично. И оно работает до того момента, пока вы не помоете голову. То есть оно у вас остается. Если вы нанесли на какой-то пробор, на этом проборе оно остается. Но оно никак вам не закрасит по полной программе. То есть это действительно такое временное очень решение. Еще одно средство, которое навряд ли я закончу, здесь 200 миллилитров, но, по крайней мере, я буду им активно пользоваться. Для... Это тоник для таких вот волос, которые кудрявые. Я использую исключительно тогда, когда я хочу сделать кудряшки. Хочу, чтобы они были более такие красивые, более кудрявые. Не в разные стороны торчащие, а именно красивый завиточек. Я не покупала, мне давали как блогеру на пробу от Ореаль. Вот у меня осталось только это. Средство было еще для косичек, но я его отдала, потому что единственное средство, которое я использую, это вот это. Оно мне нравится, но его нужно совершенно немного. В принципе, до того, пока вы не расчешетесь, оно совершенно никак не скрепляет ваши волосы. То есть, это такой легкий стайлинг, никак не склеивает волосы, никаких таких неприятных ощущений нет. Либо не помоете голову, он у вас остается. Хорошее средство, я не планирую его заканчивать, но активно буду использовать. Надеюсь, что когда-нибудь, конечно, оно мне закончится, потому что оно у меня уже достаточно много лет в моей коллекции. Средство ухода для тела. У меня вот такой вот гель от Molten Brown. Здесь у нас апельсинка и бергамат. Очень яркий, конечно, аромат, просто невероятный. Он для душа и для ванны здесь у меня осталось. Ну, где-то вот здесь вот, наверное, то есть не так уж и много. Закончить пока не получается. 30 мл. Его нужно буквально капелюшечку, потому что аромат на всю ванну пенится очень хорошо. И аромат такой довольно яркий и насыщенный, поэтому я его использую не на постоянной основе, когда хочется какой-то яркой нотки. Мне очень нравится, но надеюсь, все-таки эту малышку добить и уже пустые баночки ее отправить. Я уже долго довольно-таки ее использую. Но, тем не менее, мне очень-очень нравится. Есть еще одно такое средство, тоже от Molten Brown, немножечко другое. Здесь у нас Heavenly Gingerly. Да, немножечко другое направление. Тоже яркий, очень аромат, оно у меня побольше, побольше, насколько тут аж 100 мл и где-то вот досюда. То есть, получается, мне тоже надолго хватит. Не знаю, какое средство из этих быстрее закончится, но я буду их менять. Оставляю только вот эти два средства в качестве геля для душа в ванну. Навряд ли я буду применять, но принимать. Тем не менее, для геля для душа довольно большой объем. Упаковочка здесь очень-очень приятная. Мне, в принципе, Molten Brown очень даже нравится. Еще один вариант для душа, скажем так, от Mio. 30 мл. И здесь можно использовать в нескольких вариантах, как гель для душа или как и маска. То есть, в принципе, средство хорошо пенится, но у него есть такой специфический немножечко аромат, аромат глины. Потому что глина как раз-таки внутри этого средства, но мне очень нравится. Можно использовать как маску. На тело. И я использую, как правило, на зону декольте, не на все тело, либо на руки. Там, где есть прыщики, там, где есть какие-то несовершенства. Мне очень нравится. Несмотря на аромат, все равно средство классное. И тут у меня его достаточно много. Поэтому вот буду чередовать вот эти три средства для душа. Ну и, может быть, сделаю, конечно, масочку. За счет масочки оно уйдет гораздо-гораздо быстрее. Тут тоже нужно совершенно немного в качестве геля для душа. Очень хорошо пенится. Следующее средство – это гаммаж. Скраб для тела с ароматом маной. Мы находили в бьюти-боксе. Блисин-бокс в августе 23-го года. 100 грамм здесь. И я немножечко добавила маска. Потому что тут вообще было, ну, прям вообще как-то безмасленно. Мне, к сожалению, слишком было суховато. Я добавила маслица. Сейчас самая та консистенция. Я обожаю, когда много маска. Соответственно, ухода больше. Скрабит. Скрабирует. Замечательно. Отличное средство. Мне нравится. Аромат маной. Единственное, что не мое. Я так поняла. К сожалению, слишком сладко. Слишком интенсивно он пахнет. Но на один раз вполне себе достаточно. Попробовать, распробовать. В принципе, ну, покупать однозначно что-то там с маной я не буду. Не мой аромат, к сожалению. В качестве такой альтернативы для скраба я беру от Исаны, что еще из-за адвент календаря новогоднего остаточки. И здесь уайт блоссом. Это вообще пилинг для рук. 30 мл. Но на крайний случай можно использовать, конечно, и на все тело. Если вдруг там что-то надо пропилинговать, и вот скраб у меня закончится, то как вариант я буду использовать вот это средство. Но, конечно же, тут написано, что это пилинг для рук. Он очень такой нежный, очень деликатный. Там не такой сильный пилинг, поэтому, в принципе, на тело не особо будет заметно, на руки. Отличная вещь. Я периодически, где-то так раз в недельку делаю, конечно, и пилинг для рук. От болея вот такой вот гель для бритья у меня. Limit Edition мне очень нравится. Я буду активно им пользоваться. Не хочу его заканчивать, потому что обалденная вещь. Тут действительно шикарный аромат. Очень нежный, очень такой какой-то обволакивающий. Причем не обременительный. Хороший дозатор. Все отлично работает. Ничего не ломается. Столько, сколько нужно, можно выдавить и использовать. То есть не выходит очень много. Пена шикарная, очень стойкая. При этом ее хватает на все участки, какие необходимы. То есть она хорошо так распенивается, скажем так. Тут расход совершенно небольшой. Но хочется уже закончить, потому что здесь осталась, ну, где-то, наверное, половинка, судя по тяжести вот этой упаковочки. Где-то, наверное, половинка у меня, собственно говоря, тут и осталась. От My Little Beauty у меня вот такое вот средство. Средство, которое немножечко охлаждает. Для тела мы находили в My Little Box в июле 23-го года. Очень приятное, мне понравилось. И консистенция, и аромат, у такой гелеобразная консистенция. Очень нежно, хорошо распределяется, хорошо быстро впитывается. Совершенно такой не яркий, не какой-то обременительный аромат. Поэтому мне нравится это средство. Есть охлаждающий небольшой эффект. То есть он не такой прям продолжительный, как, может быть, хотелось бы летом. Но сейчас такой межсезон очень даже нормально. После скраба обязательно, да, в принципе, после душа я всегда использую какие-то уходовые средства для своего тела. Еще одно средство, которое очень надеюсь закончить, от NUX. Здесь у меня, ну, прям малышечка 10 мл. И она вот с такими вот блестящими золотыми вкраплениями. Это маслица. Маслица, которые традиционные, с их приятным, очень нежным ароматом. Я уже разбавляла, добавляла. То есть это не оригинал. Здесь у меня оставалось буквально вот на донышке вот эти блесточки. Я решила их разбавить тем же самым маслом от NUX. И они, конечно, оседают. То есть это не та, наверное, консистенция, которая изначально у них есть, когда как раз-таки там с блесточками. Но, тем не менее, отличная вещь. Сейчас на ножке у нас, в принципе, можно ходить пока в платье. Пока можно ходить в платье, я буду использовать, конечно же, потому что ножки выглядят очень ухоженными, очень такими красивыми, загорелыми. Отличное масло, но оно никак не ухаживает. Это масло, скорее, все-таки для такого поддержания, вида ухоженности. Какой-то такой люкс, вид вашим ножкам, вашему телу оно придает. Следующее уходовое средство, которое у меня здесь есть от бразильской бам-бам-крем. У меня малышечка, совершенно очень маленький здесь объем. Но тут, наверное, я не знаю, сколько раз мне хватит этого объема, сколько здесь, 25 миллилитров. По-моему, я даже его еще не начинала, не открывала. А, нет, вот открыто я его открыла, но не начинала. Так, давайте тянем по цене, посмотрим вот на эту консистенцию. Так, ну, может быть, я один раз попробовала, и все на этом. Так что здесь мне на один-два раза хватит. Попробую, почему бы нет. И тоже, конечно же, в пустых баночках вам расскажу. Новогодняя коллекция не отпускает. Здесь у меня от болей, задвин календаря. Это такое будто масло для тела. Очень плотненькая консистенция с ванильным таким ароматом. В принципе, хорошая вещь. Я его уже использовала, у меня осталось, ну, где-то вот здесь. Вот, наверное, вот столько. В принципе, объем 50 миллилитров. Хватит мне еще раза так на три. И что хочу сказать по поводу этого продукта. Плотная такая консистенция. Нужно, конечно, время на то, чтобы впиталось. Остаются вот эти вот белые разводы. Их нужно прямо вмассировать. И есть ощущение, вот, что на вашем теле какой-то уход. То есть, постоянно, пока я ходила и даже спала, даже утром встала, когда все равно это вот это ощущение, оно остается, оно не уходит. Так что, ну, такое средство 50 на 50. Но, опять-таки, сейчас пока еще жарко. Может быть, зимой оно было самое то. Но я хочу закончить его сейчас и, соответственно, выкинуть. Поэтому, да, буду использовать. Вот этот вот спрей, который я вам показываю, уже не первый раз. Я планирую закончить и, как минимум, распробовать в сентябре. Мне опять хотели перенести мою запись. Но я настояла, все-таки моя запись состоится. Там, короче, какие-то форс-мажорные обстоятельства у моего дантиста. Причем в Швейцарии и в Германии дантист – это, то есть, не тот доктор, который вам зубы лечит. Это как раз-таки гигиенист. Человек, который занимается только гигиеной полости рта. И вот она не может почему-то выйти на работу. Соответственно, мне постоянно отменяют запись к ней. Но мне поменяли гигиениста. И я надеюсь, что все-таки все сложится. Зубки мне почистить, и тогда я буду уже использовать вот это средство. Но оно пока что остается у меня на сентябрь. В качестве средства для снятия макияжа я беру вот это совершенно новое. Я его еще не использовала. По-моему, один раз только я его попробовала. Вот я его начала 3-го, 23-го, попробовала и оставила. Находили в Гуди-боксе в октябре 22-м году. И здесь у нас Melting Balm Cleanser. То есть, получается, это то же самое, что гидрофильная маска. Вы берете небольшую крупиночку, растираете в руках, наносите на ваш макияж. И макияж, соответственно, у вас потихонечку растворяется, и вы просто-напросто умываетесь. Попробую, объем здесь небольшой, и на месяц мне вполне хватит, даже если не закончится. Не страшно тут маленькая тюба взять с собой. Буду заканчивать болея. Здесь у меня как раз-таки уже, где-то вот здесь, наверное, осталось чуть-чуть, буквально. 150 мл, это большой объем, и это пенка для умывания. Все с ней отлично, я повторяю не первый раз, но вот эту именно с каким-то цветочком. Так, тут написано, что это цветок миндаля. Мне аромат не понравился. Вот, честно вам скажу, я повторять вот конкретно вот это не буду. Вообще, в принципе, умывалочка от болей, вот эта вот отличная, но именно с цветком, исключительно с ароматом, мне не понравилась. Дозатор работает отлично, все здесь замечательно, все прекрасно, надолго хватает. 150 мл, это огромный, шикарный объем. Повторяю постоянно, но в следующий раз просто буду брать без какого-то дополнительного аромата. Гарнье, и это просто старичок, старожил в моей косметичке уходовой. Здесь у меня осталось вот здесь вот. То есть получается не так много, но расходуется он тоже очень-очень медленно. 200 мл, по одной простой причине, что я его использую не на постоянной основе, только тогда, когда у меня с кожей какие-то неприятности. Все-таки это воспоминания детства, это такие охлаждающие эффекты на вашем лице, но не совсем, наверное, хочется каждый раз к нему прибегать. Но когда есть действительно несовершенство, я стараюсь умываться именно вот этим средством. Закончится? Навряд ли. Но тогда, наверное, придется его куда-то переливать, потому что большая довольно-таки упаковка, и пустую упаковку тащить с собой совершенно не хочется. Вот такая вот масочка от Ифраше. У меня 75 мл. Это масочка, которая увлажняет, насыщает кислородом кожу для нормальной и такой микс кожи. То есть, в принципе, подходит она для практически всех, но как для меня подходит. И здесь масочка белая, такая приятная, она полностью не впитывается, ее нужно смывать. И сколько тут было написано использовать, я сейчас уже не увижу. Так, все написано на французском. Все, как я люблю. Так, 5 минут, буквально на 5 минут нужно оставить вам и потом уже смыть. Но я периодически оставляю ее надольше, потому что пока чищу зубы, то есть я наношу, умываюсь, наношу эту масочку, чищу зубы, занимаюсь своими какими-то другими делами, потом ее уже смываю. Здесь она у меня еще только начатая, тут ее много. Навряд ли я ее за месяц, конечно, закончу, но как минимум у меня масочка будет в использовании. Соответственно, распробую и, может быть, останется тогда уже где-то, может быть, надеюсь, на половинку хотя бы. Но объем здесь реально просто гигантский. Вот такая вот муважка от Нюкс у меня остается в использовании. 15 мл, это Аквабелла, обожаю, очень классная, но не на каждый день, потому что здесь есть микрочастички такие, которые не только массажируют, но и отшелушивают вашу кожу. Соответственно, каждый день я бы такое использовать не стала. Здесь, ну, осталось, наверное, где-то вот так, может быть, чуть поменьше, чуть побольше. В любом случае, вполне возможно, что за месяц закончится. Может быть и нет, но опять-таки объем небольшой, поэтому не страшно, если мне придется взять его с собой в новую квартиру. Буду заканчивать от Иссана. Средства для снятия макияжа, ну, тут, я думаю, справлюсь. Тут буквально немножко осталось, и так как я крошусь практически каждый день, то, конечно, средства я тоже буду использовать каждый день. Здесь витамин В5, это мицеллярная водичка, но оно, в принципе, снимает макияж из глаз. Это без проблем, здесь также и написано. Мне очень нравится. 100 мл, идеальный объем. Это не двухфаска, это именно мицеллярная такая водичка для снятия макияжа с глаз. Очень нежная, очень приятная, не щипет, никаких неприятных ощущений нет. Классная, с удовольствием буду повторять, но пока что хотя бы эту бы закончить. Вот такие вот пады для снятия макияжа с глаз. Они у меня с маслицем, обратите внимание, есть еще без масла, но я взяла экстра с маслом для того, чтобы снять очень стойкий макияж. А у меня, как правило, действительно очень стойкие средства на глазах. Это вот такие вот самые обычные пады, которые вы берете один пад и потихонечку начинаете снимать ваш макияж. 50 здесь штук, отличная, удобная упаковка. Бюджетный очень, конечно, пластик, но сам по себе этот продукт тоже бюджетный, классный. Взять с собой в путешествия, в какую-то сумочку кинуть. Не протекает, ничего не становится с ними такого. То есть вы можете использовать в любой ситуации, удобной, неудобной. И сейчас я пока ими пользуюсь, они мне очень нравятся. На лицо неудобно, только на глазах. Но вот как раз-таки на глазах я использую их, а лицо вот снимаю вот этим. Либо как раз-таки гидрофильным вот этим маслицем, которое я вам показывала до этого, я буду тоже снимать макияж. Остается мне в использовании и от NUX вот эта вот масочка. Я ее не закончила с предыдущей косметички месяца. 15 мл тут осталось буквально, наверное, раза на два. Очень такая приятная гелевая консистенция, хорошо распределяется. Ее практически не видно на лице. Единственное, что ваше лицо просто такое блестящее-блестящее. Если проходите мимо зеркала, удивляетесь. Опа, а что это у меня тут блестит на лице? И тут вспоминаете, что у вас вообще-то маска. То есть она никак не мешает вашей обыденности. То есть вы можете делать все, что хотите. Двигаться, передвигаться, общаться. И тем не менее масочка вот рабочая, она действительно увлажняет прекрасно кожу. Мне нравится. Тут осталось буквально чуть-чуть и все. Следующее средство, которое также у меня из косметички месяца осталось, это авант. Здесь 10 мл. Ну это средство такое, скажем так, закончил и забыл. Потому что повторять точно не буду. Из лакфантастика адвента у нас здесь. Это средство для губ, которое должно губки ваши немножечко отшелушивать. Но мне нравится оно, ну так, соля-ля. Приятный такой какой-то согревающий эффект на губах. Но при этом отшелушивания я не вижу. Поэтому, скажем так, чисто для веселья попользоваться. Да, но вот ничего другого я здесь, к сожалению, не вижу. Снова из косметички месяца у меня остается Элемис 50 мл. Это тоннер. Здесь вот у нас наполовинку я его использовала. И все. Собственно говоря, дальше у меня не хватило времени. Но очень красивая, классная упаковка. Мне нравится сам тоннер такой. Довольно слабенький для моей кожи. Наверное, мне не хватает увлажнения. Хотя здесь написано, что ну просто он должен насыщать вашу кожу. Как раз таки вот этим жидкостью. Увлажнять очень интенсивно. Но не справляется. Мне его недостаточно. Мне хочется более интенсивного увлажнения. Поэтому, конечно, нет. Буду пользоваться чем-нибудь другим. Только увидела, что меня вот... Смотрите, ребят, я сегодня накрасила... Точнее, вчера вечером я накрасила ногти лаком синим из бьюти-бокса. У меня вот здесь вот уже сегодня сошло, накрасила, докрасила. Здесь сошло, докрасила, снова облезла. И вот тут снова облезла. Я предполагаю, что все-таки причина в моих ногтях. Но, тем не менее, лак мне не очень понравился. Буду с него его, наверное, снимать. Так что, сори, что у меня на руках вот такая ситуация. Она просто случается без моего какого-то контроля. Это свежий лак. Ему вот один день. Даже одного дня еще нет. Смотрим дальше. Здесь у меня Кода Ли. Этот снова из косметички месяца. Я буду заканчивать 15 мл. Это уход за лицом. Такой очень увлажняющий, хороший, приятный сорбет для лица. Мне понравился. Я закончил где-то, наверное, ну вот досюда, наполовинку. То есть у меня еще вполне себе достаточно этого средства. И на этот будет месяц. Сыворотка с витамином С от Е-Кукинг. Вообще Е-Кукинг я не очень люблю. Но вот эта сыворотка, она классная. Вообще сама по себе упаковка хорошая. Дозатор отличный. Такое матовое стекло. Здесь у меня где-то приблизительно вот столько осталось. Буду заканчивать. Классная вещичка. Мне исключительно понравилась. Она такая прям увлажняющая. И консистенция довольно приятная. Из одной из моих предыдущих косметичек месяца. Также из косметичек месяца Биотерм 13 мл. А здесь средство для губ. Но мне не очень нравится. Потому что тяжело как-то выходит из своего носика это средство. Поэтому не мой фаворит. Я, конечно, им пользуюсь, насколько это возможно. Но вот повторять его бы я точно не стала. Мне как-то не особо понравилось. Вот такая вот малышка от Сенсай. У меня здесь крем для кожи вокруг глаз. Буквально 2 мл. Я его тоже не закончила. Вот заканчиваю сейчас. Тут осталось... Ну, тут по стеночкам расползлось. Я все, конечно, закончу. Потому что марка классная, дорогая. Тут небольшой объем. Но крем мне понравился. Так что я, конечно, до последней капельки его закончу. Вот такая вот сыворотка от Нюкс. Из косметички месяца. Тоже буду заканчивать. Здесь у меня осталось где-то, наверное, вот здесь. Ну, на этот месяц точно хватит. Мне она понравилась. Тут претензий больше, конечно же, к самой упаковке. Очень неудобно мне доставать. Пипетка так себешная. Но само средство классное. Приятное ощущение. Хорошее увлажнение. Так что однозначный лайк. Нюксу молодцы. Средство для ухода за кожей вокруг глаз. От Ифороше. 15 мл. Здесь у нас серия увлажняющая. Мне очень понравилось средство. Но оно действительно исключительно увлажняет. Здесь есть вот такой вот шарик. Который, если положить в холодильник, будет более прохладным. Но и даже сейчас без холодильника тоже хороший такой приятный эффект. Исключительно только увлажняет. То есть не ожидайте от этого средства совершенно больше ничего. Оно довольно плотненькое. Тут много еще средства. Мне точно хватит на этот месяц. А может быть даже останется. Дорфин. И здесь у нас тоже малышечка. Малышечка 5 мл. Это средство очень дорогое. Роскошное. Которое тоже у меня пока не закончилось. Я буду дальше его тестировать. Буду дальше использовать. Это у нас сером. Так. Классные. Понравилось. Но покупать, конечно, за эти деньги, Дорофин, это как-то недемократично по отношению к моему бюджету. Точно такое же недемократичное средство от доктор Леви. Здесь у нас средство для кожи вокруг глаз. Это концентрат. В принципе, оно такое классное. По консистенции. Такой фантастик в декабре находили. Но пока что не закончилось. Поэтому полный, конечно, такой отзыв я дать вам не могу. Каких-то изменений я, к сожалению, не увидела. Ничего не могу сказать. Но консистенция мне нравится. Вот. Применять его одно удовольствие. Кодали 10 мл. Это снова сером. Сером уже для всего лица. Здесь, опять-таки, проблемы с пипеточкой. Очень сложно набрать. У меня осталось здесь буквально вот уже. Чуть-чуть на дне. И как доставать, непонятно. Тем не менее, средство очень классное. Очень приятное. Днем и вечером можно использовать. Мне безмерно, безумно нравится. С удовольствием продолжу тестировать. Я думаю, что это будет, конечно же, уже пустышка. Потому что здесь осталось не так много. Средство от марки Мира. И это средство для декольте. Тут им тоже осталось у меня буквально. Тут уже практически на донышке. Так как сейчас жарко, не очень хочется использовать такие средства, которые с маслицем. Она такая маслянистая, очень насыщенная. Чуть-чуть станет попрохладнее. Думаю, что во второй половине сентября я буду активно использовать. Хорошее качественное стекло. Пипеточка отличная. Вообще никаких претензий нет. Обожаю это средство. Оно обалденное. С удовольствием повторюсь. И будет такая возможность. Сером от Ифраше. Здесь у меня тоже осталось буквально вот на донышке. Единственное, что нужно потрясти перед использованием. Потому что здесь есть вот такие вот мелкие черные какие-то частички. Не знаю уже, что это за ингредиенты. Но смешивать нужно обязательно. Отличная пипетка. Хорошее стекло. Приятный такой аромат. Но он немножко специфичный. Поэтому, наверное, не для всех подойдет. Тем не менее, для меня это отличный. Очень приятный серум ночной. Он жирненький. Имейте это в виду. Если вы не очень любите жирные консистенции, то вот этот вот прям жирненький-жирненький. 30 миллилитров. Ну, надеюсь, что я его тоже добью в этом месяце. Еще один серум. Тоже, опять-таки, Ифраше. Та же серия Эликсир Ботаник. Здесь у меня 50 уже миллилитров. И я тоже надеюсь, что скоро закончу. Тут тоже осталось не так много. Консистенция гораздо такая легкая. Более легкая, скажем так, по сравнению с ночным вариантом. Немножечко гелеобразная. Поэтому вот его использовать одно сплошное удовольствие. Классный, хороший дозатор. Подойдет и людям, которые не очень любят такие жирненькие консистенции. Единственное, что он очень липкий. Вот прям прилипает. Вот как-то ко всему. И даже утром у меня кожа остается липковатой. Поэтому тут, к сожалению, есть такой вот нюанс. Но, тем не менее, уход мне нравится. Крем от Ифраше. Та же самая серия. Это дневной крем. Тут у меня досталось. Осталось. Досталось. Досталось, да. И осталось. Достаточно много. Тут консистенция приятная. Она легкая, но не флюидная. То есть вот по сравнению с ночным кремом, который сейчас я вам покажу. Вот здесь вот консистенция немножечко такая, на мой взгляд, тяжеловатая. На день как-то немножко странноватая. Я бы их поменяла местами. Но в остальном вот этот крем очень приятный. Опять-таки он липнет. Я могу использовать его исключительно, если я остаюсь дома, никуда не планирую. И вот если переборщить с уходом, то есть совместить как раз-таки сыворотки в достаточном количестве и вот этот крем, то будут покатушки, чего бы не хотелось. Вот он ночной уход, который мне прям очень-очень понравился. Но опять-таки он очень липкий. Обратите на это внимание. Здесь консистенция прям легкая. Очень-очень легкая, флюидная, быстро впитывается. Такая шикарная. Я бы ее пожелала именно на день. Поэтому здесь у меня осталось, скажем так, чуть поменьше. Потому что я активно больше использовала именно ночной уход. Мне он как-то по консистенции понравился гораздо-гораздо больше. Вообще средство из серии отличное. Мне они нравятся. Я бы с удовольствием повторила. Единственное, что вот этот вот эффект прилипания ко всему, ну вот как бы от него избавиться. Не могу никак вот с этим смириться. А в остальном вот классная очень серия. Говорят, что остатки сладкие. Мы с вами уже практически подходим к самому концу. Здесь у меня Avon 100 мл. И это Pillow Mist, то есть это спрей для подушки. Но ни в коем случае, конечно же, на подушку нельзя фыркать. Нужно использовать исключительно где-нибудь рядышком. Иначе можно аллергию словить. И, ну, мне нравится. Вполне приятный. Конечно же, это не то мое любимое средство от ThisWorks. От ThisWorks с удовольствием используем. Здесь использую, ну, потому что оно у меня есть. Заканчивать надо. Здесь где-то приблизительно вот столько осталось. Не знаю, смогу ли я закончить за месяц. Ну, по крайней мере, я постараюсь, конечно же. Очень большой объем. Я расходую его уже, наверное, третий, а то и четвертый месяц. Никак оно у меня не заканчивается. Вот такой вот уход из My Little Box. Даже не знаю, как правильно прочитать название этой марки. Что это такое? Это кондиционер для бровей. Да, вы правильно поняли. Это кондиционер. Это не средство для роста, там еще что-то. Это просто кондиционер. И он очень странный. Здесь такая невероятная ершистая щетка, которой совершенно неудобно пользоваться. Просто ершик откровенный. Она царапается. Она некомфортная, неприятная. Я использую максимально, сколько это возможно. Сейчас, когда у меня заламинированные бровки и реснички, конечно, им нужен особенный уход. Я стараюсь. Здесь уже половинка использованная. Но не знаю, смогу ли я его закончить. Наверное, если я не закончу за этот месяц, то буду его уже выбрасывать. Потому что цвет он немножечко поменял. Все-таки на уход, когда я его использую, все равно какие-то частички в себя вбирает. Понятное дело. И вот получается вот такой вот эффект. Но стараюсь использовать максимально чисто держать. Тем не менее, опять-таки, только вот половинку я осилила за все это время. This works. И здесь роллер. Роллер 5 мл. Он мне, к сожалению, не так сильно нравится, как спрей. Роллер такой приятненький. То есть вы его наносите на вот эти всякие зоны, скажем так, где пульсирует более активно для того, чтобы этот роллер начал работать, функционировать. Но со мной он как-то работает странно. То есть я не вижу какого-то особенного эффекта. Поэтому вот именно роллер, ну, не мой фаворит, скажем так. Если попадется, ну, понятное дело, буду использовать. Но покупать вот никак. А спрей обалденный. Мне он очень-очень нравится. Заключительное средство, которое мне нужно добить за этот месяц, хотя навряд ли это получится, Это Ревиталлаж Косметикс. И это 0,75 мл. Представляете, это малышечка на самом деле. И это кондиционер для ресниц. Очень странная вещь. Почему? Потому что выглядит ровно так же, как этот вот серум для ресниц. То есть здесь вот такая вот кисточка. Так, фокусировка. Спасибо. Вот такая вот кисточка, которую вы просто проводите по линии роста ваших ресниц. И, собственно говоря, все. Дальше вы можете ухаживать. Так, не могу попасть. Все, попало. Дальше вы можете ухаживать за вашими ресничками, как обычно. Или, может быть, даже краситься. Но я обычно использую перед сном. И, да, никакого там вау-эффекта, роста моих ресниц я не заметила. Здесь вот есть инструкция. Я ее специально оставила для того, чтобы вам показать, как это все выглядит. Здесь действительно пробничек. Тут прям написано не для продажи. То есть, соответственно, это реально был какой-то пробничек. Я не знаю, тестер. Я находила в адвен календаре. И здесь пишут, что вот как применять. И здесь пишут действительно, что это просто-напросто кондиционер. Зачем нужен кондиционер для ресниц? Я не знаю. Я хочу серым для ресниц. Но пока пользуюсь. Пока как бы другого никакого у меня нет. Соответственно, я использую то, что есть. Но эффекта улучшения ресниц нет. Вот как они выросли, так они и остались. Сейчас они потихонечку опадают. Так как я перестала использовать тот самый серум, который боготворно повлиял на мои ресницы. Но вот этот не влияет пока что никак. Вот такие вот продукты были у меня в Project Penny на месяц. Мне кажется, такого формата еще не было. Добить за месяц это что-то новенькое. Тем не менее, я буду стараться. И ваши предположения получатся у меня или нет. Пожалуйста, напишите в комментариях. Да или нет. Мне будет очень интересно ваши ставки. Ну а я благодарю вас за просмотры этого видео. Буду с вами прощаться исключительно до следующего. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Чтобы у вас все было хорошо. И увидимся обязательно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok